вот наш огород засеян седиратами ячмень с овсом зашли бурно хорошо здесь латки не засеянные есть где поздние росли культуры здесь мы просто внесем перегной перед пахотой навоз там распахано уже под чеснок и под зимний лук ну а здесь седираты перепашем когда начнутся морозы уже постоянные вот здесь пасется наше хозяйство не знаю правильно мы делаем или нет но все не съедят что-то останется и в земле и вот я еще хочу что показать вот неравномерно плодородная земля у нас на участке вот здесь видно какие на плодородной земле седираты повырастали это почти в колено и здесь тоже так вот сейчас я покажу участок земли на котором не плодородная земля там вообще не растет ничего вот начинается убитая земля здесь сидираты желтые мелкие и редко повсходили такая же история и вот здесь там у нас рос арахис мы выкопали его поздно внесем какой-нибудь перегной на ту латочку а здесь придется наверное дополнительно к сидиратам вносить тоже навоз какие-то удобрения потому что компост может быть у меня есть потому что здесь кусок земли не плодородные абсолютно и на этой стороне вот пошло а там вдали я сейчас подойду ближе росли у нас бобовые и вот там где посадили на месте бобовых вот смотрите идет полоска неплодородной земли вот идет 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 а там вот отличается здесь росли бобовые культуры фасоль и горох и смотрите что здесь после бобовых такой участочек получился обновилась земля стала более плодородной может быть это временно не знаю но со временем тоже здесь перепашем внесем что-нибудь какой-то компост и вот здесь по дорожку росли бобовые виде как какая-то здесь зелень и вот дорожка и начинаются такие же самые ячмени и овес но только уже на обычной земле здесь у нас были кабачки и бахча и вот по эти поры вот видно резко здесь вот бобовые заканчиваются и пошли здесь росла кукуруза ну смотрите какая граница четкая прям ну говорят что бобовые дают азот в почву дальше была кукуруза такой вот у нас участочек когда постоянные заморозки начнутся тогда попробую мотоблока культивировать так не если получится не буду косить если не получится будет наматывать на фрезы тогда придется покосить подождать дня три-четыре чтоб немножко подвяло и перекультивировать ну а уточки пасутся с удовольствием сейчас нигде никакой зелени нету и здесь им пастбище а вот какая-то еще живность выкопала мне посреди сидиратов яму на сушить такое на нору не похоже это наверно какая-то собака мышь искала вот ну ты все конец съемки